Ребята, всем привет! Это новый влог, и этот влог, как вы уже поняли по названию, будет посвящен нашей новой малышке, нашей новой машине. Кто не знал, до нашей новой машины мы ездили на нашей акулке, как мы её называли, Пантере чёрной BMW 5 серии. Она у нас была 2019 года. Мы на ней отъездили 3 года и решили, что нам пора менять машину. В общем, мы рассматриваем, на данный момент у нас ещё пока нет машины, это тоже новая машина, которую мы купили. Мы рассматриваем между BMW X5 какого-нибудь года 2020-2021, либо новая Li-Sian 7. Между вот этими двумя машинами. Мы уже ездили, смотрели Li-7. Кто не знает, Li-7 это машина китайского производства, она считается как премиум класса среди всех китайских машин. Она уже на рынке России более 4 лет, и пока что никто не жаловался, поэтому мы решили, а что бы и нет, почему бы не посмотреть. Почему мы рассматриваем между Li-7 и старый, так сказать, так сказать, BMW X5? Потому что BMW X5 новая, стоит около 20 миллионов, ну плюс-минус, там может 15-20, вот так. На данный момент у нас нет такой возможности, конечно, купить за такие деньги новую BMW X5, конечно, если была возможность, то с радостью, но, к сожалению, нет. Поэтому мы смотрим в ценовой категории вот Li-7 и вот BMW X5, не знаю какого года, 20-21, но знаете, тоже вот покупать 20-го года машину, когда наша машина, которую мы сейчас продаем, стоит, ой, не стоит, а 2019-го года, то есть у них всего год разница в возрасте, я не очень вижу смысла, поэтому мы еще думаем, смотрим, и понимаете, еще в чем проблема? Да, это будет BMW, это будет BMW X5, нормальная, хорошая машина, но у нее будет пробег, это первое, второе, год, понятно. И третье, это будет не супер, там, какая-то крутая комплектация, такая средненькая комплектация, либо Li-7, которая будет в полной комплектации, это будет новая машина без пробега, вот, поэтому тут вот надо думать, надо думать, что важнее, либо тебе важен значок BMW, либо тебе важно то, что машина новая, без пробега, и у нее миллион, там, 500 функций, я не знаю, просто нереальных каких-то, которых нет даже в самой большой комплектации BMW, самой последней комплектации. Тут вот вопросик. Еще в чем плюс Li, что это гибридная машина, она ездит за счет электротяги, то есть бензиновый двигатель работает как генератор для заряда батареи. То есть это плюс, потому что затрачивается меньше ресурсов на то, чтобы машину эту кормить, то есть заливать в нее бензин. Потому что ты заливаешь бензин, он заряжает батарею, ты можешь бензин этот отключить и ехать тупо на батарее. Ты можешь заряжаться, как, допустим, как батарею можешь заряжать отдельно, можешь просто заливать бензин, и он будет заряжать тебе батарею. То есть там много вариантов, в этом тоже плюс. Ну, плюсов достаточно много, я сейчас не буду в подробности к вам рассказывать, потому что это затянется на очень-очень долго, но вот у нас сейчас вот такой вот стоит выбор. Конечно же, вы по итогу этого видоса узнаете, что за датчика у нас будет. Но мы еще пока думаем. Думаем, думаем, думаем. Но я склоняюсь, конечно, к ли, хоть это и не БМВ, но если подумать разумно, проблем за 4 года не было ни у кого. Люди довольны ездить, сколько мы видосов посмотрели, сколько мы поузнавали у людей, которыми ими пользуются. Никто не жалуется, всем, наоборот, очень нравится, и все говорят, что будем покупать, там, следующая машина тоже ли. Тут проблема в том, что если тебе реально важен вот этот значочек, вот этот, сейчас я вам покажу. Если вам реально важен вот этот значок, просто чтобы понтоваться, показать, что ты там в каком-то статусе крутом, то да. А если вам важен, там, допустим, комфорт, потому что в BMW X5 не будет таких функций, там, вам важно, что эта машина новая, что на ней еще никто не ездил, что она вот прям вот-вот только вот сделанная, потому что, допустим, 20-го года машине в следующем году будет уже 5 лет. Ну, извините, да. Тут решать, конечно, каждому, но я склоняюсь к ли, конечно. Я думаю, более разумно, ну, как я считаю. Конечно, кто-то скажет, китаец с немцем сравнивать вообще несравнимо. Ну, ребята, извините. Да, китаец. Но по факту вот сейчас, да, вот BMW мы обслуживаем, все запчасти, все везется с Китая, все везется с Китая, потому что от Европы не дождешься. Либо ты будешь ждать несколько лет, и машина будет стоять у тебя на подъемнике. Тут же все запчасти для BMW ведутся с Китая. Так же, как и с Ли, будет намного проще, потому что мы с Китаем, в принципе, в хороших отношениях, и все поставки, все будет, это прекрасно, хорошо идти. С BMW вот такая вот ситуация, да. И потом BMW очень сложно сейчас достать, прям новые BMW достать сложно, потому что поставок прямых нет. Короче, BMW, BMW, я не спорю, немец, очень давно на рынке, проверенные машины, но я думаю, что китайцы, я не говорю сейчас про китайцы, типа там черри, вот эти вот хавалы, я именно говорю про премиум глаз, это вот Ли, Зикар, вот такие машины, китайцы. Я думаю, что они все-таки на данный момент хорошо показали себя, но мы еще посмотрим, что будет в будущем, но я думаю, что они нас не разочаруют, вот так вот. Ну, а мы пока решаем, думаем, что в итоге мы будем делать, но я думаю, что скоро это все решится. Короче, в итоге мы купили Ли 7, как и думали. Смотрите, когда я к ней подхожу, она, короче, выдвигает пороги и открывает ручки. Давай сейчас мы с другой стороны зайдем внутрь, я вам покажу поближе, потому что у нас надвигается туча, и пока тучи нет, точнее, пока нет дождя, я решила вам показать. Она, конечно, тут вся, видите, замурованная, сделанная. В итоге мы взяли Ли 7, Ли 7, в итоге, да, китайцы. Ну, мы очень довольны, мы уже на нем ездили, смотрели. Сейчас мы приехали в ГАИ ставить на учет машину, номера мы со своей бэхи перевешиваем сюда. Взяли в рыжем вот таком салоне черная машина. Блин, очень классно, вот такой вот у нее ключ необычный. Короче, этот ключ, когда ты подходишь к машине, выдвигаются ручки и пороги, чтобы сесть. И также, когда ты отходишь, она сама закрывается, она сама все задвигает. Еще мне нравится, что ты садишься, сразу кондиционер врубается, она заводится. Прикол, тут нет кнопки, чтобы завести машину. То есть она заводится благодаря ключу, либо приложению в телефоне. То есть ты садишься в машину, и она все, завелась. Вышел, она заглохла. Ну, конечно, можно выключить эту функцию. И, допустим, когда ты на бензоколонку приехала, а у тебя в машине люди сидят, то можно, конечно же, чтобы она не глохла, чтобы кондиционер продолжал работать. Сейчас я вам покажу, что внутри. В общем, вот такой вот руль, очень стильный, красивый. Это у нас спидометр, проекция, все там на проекции показано, когда едешь. Вот так же два экрана, подстаканники, две беспроводные зарядки с охлаждением. Тут вот такой вот ящичек. Ну, знаете, ребят, я вам, наверное, сейчас прям не буду все показывать, рассказывать. Давайте я, наверное, чуть позже, возможно, в этом видео, возможно, нет, но, скорее всего, в этом, потому что это видео посвящено этой малышке, нашей новой милкой зайчике. Красоточке. Я прям сниму обзор. Мы снимем вот эти вот все штуки, пленки. Я прям вам сниму обзор на эту тачку. Вот, потому что, я говорю, сейчас начнется дождь, я вам хотела снять ее, пока нет дождя. Вот, а потом мы ее уже помоем, наверное, почистим, потому что сейчас после дождя она опять будет вся грязная. Ну, как обычно, это бывает, потому что у нас дождя не суперчисто. И покажу вам в итоге ее полноценно. Ребята, всем привет! В итоге сегодня тот день, когда я вам покажу нашу машину, которую мы в итоге приобрели. Ох, очень волнительно, но надо, пришло время вам показать. Никто об этом не знал, мы многим не говорили, что мы купили, знали только самые родные и близкие. Вот, но сейчас мы покажем ее вам, потому что все, она уже наша. И сегодня мы пойдем ее обплеивать в пленку, прошивать. Поэтому я хочу заснять ее такую, какую мы ее купили изначально. Но потом вы ее уже, конечно же, увидите в пленке и во всем том, что мы сделаем с ней. Это Ли Сянг L7. Мы сначала думали купить L9. Мы смотрели, когда думали, что купить L9, но когда мы в салоне посидели в ней, мы поняли, что это супер гигантская машина для нас, нам пока такая не нужна. И мы решили купить чуть поменьше. Но она не прям чуть поменьше, просто у нее нет третьего ряда сидений. И у нее чуть побольше багажник за счет этого. Вот, вот так она выглядит. Мне кажется, очень, очень, даже очень. У нее вот так вот двигаются тут пороги, задвигаются. Ручки тоже самые, то есть без ключа подойти. Я не смогу ее открыть, только с ключом. У нее вокруг стоит, по-моему, я точно не помню, по-моему, 11 или 12 камер. Вот они вот тут все в разных местах. За счет этого она видит все, что происходит вокруг. Также у нее наверху есть лидар, который также следит за движением, за людьми, за машинами. Выглядит она, конечно, с виду чем-то похожа на Porsche. Внутри немножко похожа на Land Rover и Mercedes. В общем, в этой машине собрано все самое лучшее от всех премиальных машин. Наш багажник, в котором уже мы переложили вещи от нашей прошлой машины. Багажник, кстати, достаточно вместительный. Мне нравится, мне очень нравятся задние сидения. Паш, откроешь, да, машину? Я ее покажу. Итак, давайте я вам сначала покажу водительское сидение. Вот, что у нас тут. Ну, тут все по минимализму. Самые необходимые кнопки. Все остальное у нас находится на вот этих двух экранах. Так, давайте сейчас сделаю почище. Вот такой вот руль. Как вы видите, тут нет приборки. Все у нас выходит на проекцию. Сейчас ее не видно, там буковка П. Все так же транслируется вот на этом маленьком экранчике. Он сенсорный. Тут все сенсорное. Вот, вот тут есть тоже такие кнопочки. Мы еще до конца не разобрались, что, где, что значит. Вот, коробки передач. Она вот тут переключается, коробка. Ну, паркинг, там, драйв, вперед-назад. Тут у нас дворники, поворотники. Кнопки включения и ключа тут нет. Тут, когда ты заходишь в машину, садишься с ключом, тут она полностью заводится и начинает работать. Вот эти вот такие вот тут сиденья. Вот такие вот подушечки, как в Майбахе есть. Для меня они очень приятные. Вот и прикольные. Такая же есть и на пассажирском, и на задних сиденьях. Задние сиденья очень удобные, комфортные. Очень много места. Ну, а давайте я вам сейчас пока покажу плюшечки, которые находятся на передней части машины. Передней части машины. Итак, это, понятно, два экрана. Тут можно смотреть видео, фильмы, YouTube. В общем, все-все-все, что хотите. Пока у нас это не русифицировано, не прошито. Вот мы сегодня поедем прошивать, и поэтому мы сможем установить все. Яндекс.Навигатор, и Кинопоиск, и ВИТ. В общем, все, что хотите. Сейчас у нас пока все на китайском, но будет все на русском. Вот. Тут у нас две вот такие беспроводные зарядки с охлаждением. Вот сейчас Fashion телефон заряжается. А, это мой телефон. И вот сюда можно положить второй телефон, тоже заряжать. Тут два подстаканника, и вот такой вот как BMW, Mercedes, их ящичек. Ну, вообще везде. Для всяких штучек, дрючек. Ну, да. Нет, просто подлокотники по разному краю, да? Школот вот так открывает сухолота, вот так. Вот. Мне очень нравится, что кто сидит сзади, если им неудобно вот это переднее сидение, не нужно лезть туда вниз, как это обычно бывает, а можно вот тут регулировать наклон, положение. Вот. Это очень-очень удобно и комфортно. Также тут у нас панорама над передней частью и над задней частью машины. Вот тут сверху находится экран. Сейчас мы пересядем с вами назад, и я вам покажу, как он выглядит. Вот. Паша сейчас нажал. Мы его выдвигаем. Все это регулируется на передней части машины, все приборы. Также тут есть массаж сидений, запоминание сидений, обдув сидений. Вот где вот у нас сиденье? Вот. Вот это, да? Ой, нет. Вот это. Вот. Подогрев, обдув, массаж, все-все-все-все-все-все. Я, короче, не знаю. Мы когда сидели, смотрели эту машину, мы говорим, есть это? Есть. Есть это? Есть. Тут, мне кажется, есть все. Мы пока не нашли того, чего тут нет. А, но одно, чего тут нет, это люка. Ну и, в принципе, он не прям так супер важен. Вот. Также тут есть камеры внутри салона, то есть вы можете спокойно посмотреть, что происходит в салоне, пока вас в нем нет. Так, давайте перестадим с вами назад, посмотрим, что есть сзади. Так, тут у нас выдвигаются порожки. Вот так и выходим. Это максимально удобно, кстати, я вам не показала. Тут вот сбоку регулируется у нас сидение и включается массаж. Итак, мы с вами пересаживаемся назад. Сзади у нас очень-очень много места. Убираем нашу сумочку и садимся. Вот, смотрите, я села. Посмотрите, сколько еще места до передней части, до переднего сидения. Очень-очень много. Тут очень-очень комфортно. Вот Паша телек открыл нам. Тут мы также можем все настраивать. Сидение задний, климат-контроль задний. Потом, также у нас внизу, вот тут есть такая приборка, на которой тоже... Паш, тут надо пленочку до конца снять. Мы будем снимать, как я потом защищать будем. Открой холодильник, я там охлаждаю. Паша, мы еще не... Паша, я еще не дошла до холодильника. Короче, у нас еще есть холодильник, который охлаждает и нагревает до 50 градусов. Вот Паша сейчас положил холодильник, капец, там реально очень холодно. Положил воду для того, чтобы ее охлаждать. И она прям реально холодная, прям прикольно. В общем, очень удобно, если на дальние расстояния куда-то ехать, да и не только на дальние, допустим, там купили мороженое, купили воду. Не хотите, чтобы она нагревалась, в холодильник положили и закрыли. Все. И оно нагревается там. Вот. Также тут есть климат-контроль, вот такой сенсорный. Также тут можно обдув, подогрев включать. на экране можно включать массаж задних сиденьев. Да, тут есть массаж задних сиденьев это что-то новенькое. Также тут можно этим экраном управлять жестами. Мы, правда, еще не разобрались, как. Не разобрались, как, но я думаю, что мы разберемся. Вот, видите, вот. Я вот сейчас управляю рукой и он и так вот... в кулак и перетаскиваю. А, вот. Можно листать вот так вот. Оп. И вот так выбирать. Да, я тебя, пацаны. Давай. Ой, а как тут камеры двигать? Видно? Видно. Правда, пока еще ничего не загружено. Мы сегодня будем прошивать, ставить интернет сюда. Все, все, все ставить. Но, я так понимаю, нужно камеру открывать. Вот эту в салоне, которая, чтобы он видел жесты. Да. Ой, все. Ну, вот так вот. В общем, такая тачка на прокачку. Потом, что еще плюсом в этой машине? С этой стороны у нас кармашек задний, как обычно. А вот с этой стороны у нас выезжает подножка. Сейчас, я, правда, не помню, как она. А, вот так она. Вот так она выдвигается. Вы можете подвинуть вот это сидение, туда до конца с помощью вот этого, вот этой регулировки. То есть, не надо лезть туда, чтобы это все сделать. Вы вот так отодвигаете. Ну, я сейчас не буду, наверное, или можно снять эти ботиночки. Кстати, еще не повод. подвигаем сидение, что-то ничего нет. Там ничего нет, я предлагаю сохранить. И вот так вот можно ножки, но можно его еще туда подвинуть. А ты хочешь еще? Можно еще туда подвинуть. Вот, и вот так вот можете ехать. Ножечки положили, подушечку прикрепили. А ты еще можешь откинуть вот это назад. Еще также можно регулировать задние сидения. Я могу вот так немножко отклониться и вообще кайфить. Ты еще можешь. Телик включаю. У меня там морожка. Ножки затянуло. Да, сидение наклонило. Вот, сколько там еще. Вот, вообще кайф. Блин, я бы так реально долго. Массажик включили, обдувчик включили. Ты меня снимаешь, там видно меня? Нет, не видно. Так отчета, кому я рассказываю? Да все видно. Все прекрасно, все прекрасно. панорамка, можно смотреть на звезды, на небо, можно смотреть. Телик, кстати, можно тут еще поиграть. По-моему, не знаю. PlayStation. Короче, можно просто жить в этой машине. Вот, я прям кайфую, не знаю, прям вообще кайф. Мы решили взять в оранжевом салоне, потому что черный, ну, он как-то выглядит. Во-первых, тут все черное, как вы заметите, потолок и пол. Если было еще черное сидение, она бы просто съедалась. Белое, но достаточно маркое. Ну, оранжевое, мне кажется, очень сильно выглядит, как я считаю. Вот, дай-ка мне камеру. А как только закрыть эту штуку? Какую? Вот эту, подножку. А, это вот тут на сидении сбоку регулируется, можно. Сейчас, подожди. Так вот, поднимать, пускать. Я знаю, что причем. Опустили. Тебе так удобно или повыше надо? Попробуй подножку отпустить. Ну, я могу ее регулировать, как мне удобно. Тебе как ниже сидение лучше или повыше? Нет, повыше, да. Вот так? Лучше? Да. Ну вот, отлично. Короче, мы сделали запоминание вот этого переднего сидения. В общем, оно сейчас само двигается, мы ничего не трогаем, возвращается в обратное свое привычное состояние. В общем, вообще кайк. Что водителю, что пассажирам, я считаю, тут просто комфортно. Мне очень нравится, что тут очень много места. Я могу лечь хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк. До переднего сидения вот я прям развалилась. еще места очень-очень много. Ты не пристегнулась, прикинь, напищит. Да. Я не пристегнулась, машина пищит. Но сейчас уже нет. Да. В общем, вообще очень классно, прикольно. Тут очень много всяких вот таких вот ящичков. Также на переднем вот тут там внизу есть ящичек, бардачок. В общем, вообще кайф, ребятки, просто кайф. Я тут, знаете, как реально на каком-то бизнес-такси еду. В общем, мы не пожалели, что мы ее взяли. Мы, я как вам рассказывала, мы хотели взять между Х5 с пробегом и вот ей. И выбрали все-таки ее. Я считаю, что это правильное решение. Да, китаец, но пока никто не жалуется. Говорят, что это реально круто китаец. Мы вчера мужчину встретили, который также пересел с Х5-го МВМВ на Ли-9-ю и тоже кайфует. Поэтому мы счастливы. Пока что мы не знаем прям 500 миллион функций. Мы еще в ней до конца не разобрались, потому что тут очень много всего. Но как только все мы узнаем, я думаю, что я вам более подробно все расскажу. что в этой машине, я не знаю, мне кажется, есть все для жизни. И не только. Так вот. Багажник тоже классный, большой. Ну все, мы поехали дальше. Поедем сегодня ее обклеивать, русифицировать, прошивать, ставить интернет. Вот, наверное, как раз. Ты показала, что машинки все так? Нет, не показываю. Вот, кстати, когда едешь, вот так вот. Она из-за того, что у нее есть лидар и 11 камер вокруг, по кругу она видит все машины, дороги, по которым мы едем. Вот можно вот так крутить. В общем, это вообще жесть. А камеры покажу. Паша может спокойно врубить камеры и мы можем видеть, как мы едем. Также она видит то, что у тебя под машиной. Это жесть. Это прям реально жесть. В общем, машина супер продвинутая. Мы в шоке. Я реально, когда села в нее, я почесла себя бабулей, потому что тут есть такие функции, о которых я даже и не думала, и не знала. Ладно, все. В общем, как мы ее только обклеим, как только мы ее прошьем, русифицируем, я вам еще покажу, потому что все будет уже на нашем родном языке, будет интернет, мы сможем с вами протестить YouTube, YouTube, или там, в общем, вот эти все наши приложения. Вот. Поэтому не переключайтесь. Ну что, ребята, наша первая зарядка, мы впервые заряжаемся, так как у нас машина гибрид, электробензин. Вот. Мы сегодня решили попробовать, хоть это и не супер важно, но мы решили попробовать заехать, зарядить ее через зарядку. Впервые пробуем. Но вроде у нас все пока получается. Вот уже 34%, хотя мы приехали, сколько было? 27? 27% было, сейчас уже 34. Но мы поставили сколько? Я даже могу сказать, сколько минут назад мы поставили. Минуту назад. За минуту сколько она зарядилась? 7%. За минуту она зарядилась 7%. 61 рубль пока что потрачено. 74 рубль Ну прилично тоже встретиться. Ну сейчас посмотрим сколько, мы же полным будем заряжать или как? Мы успеем. Не знаю, в общем мы сейчас едем, как я говорила, на обклейку. А мне 8 минут ехать до заклейки. Обклейки, да. В общем, интересненько. Что тут написано, ты перевел? Да, что-то отключить аккумулятор, до скольки будем заряжать. А, класс. Ну до 100, короче. А это у нас что тут написано? Назначить встречу для зарядки. Встреча. Ну вот тут вот так написано изоляция аккумулятора. Вот я не знаю, нужно это нажимать? Зачем? Я пойду сейчас выйду. После включения сейчас я вам покажу, как это все выглядит. вот так выглядит сам вход. Это медленная зарядка, это быстрая. Медленная у нас дома находится, вот быстро мы сейчас заряжаем вот через такой аппарат, Россети называется. Тут есть разные зарядки. Нам нужно вот это, GBT. Также тут есть зарядка CC Combo. Это для TESEL, по-моему, такие зарядки. Вот, в общем, у нас быстрая зарядка. Быстрая зарядка примерно 30-40 минут заряжается полностью вся машина. Медленная зарядка часов 10 примерно. Но это вот если вы домой приехали, на ночь поставили и она у вас за ночь зарядилась. Но вообще, вот честно, ее в принципе заряжать не надо. Она заряжается от двигателя, в который заливается бензин. Это мы чисто, знаете, по приколу. Нам просто захотелось попробовать посмотреть, что это такое. Ну нет, я машину на пленку ставлю, 4 дня она будет без зарядки, без всего. А, ну вот. Поэтому мне надо, чтобы она была хоть как-то заряжена, чтобы мы приехали через 4 дня и сели спокойно поехали. Короче, такие дела. Такие дела. Ладно, все, мы ждем, пока она зарядится. Ну что, мы забрали нашу малышку. Вот такая она теперь у нас матовая, красивая девочка или мальчик. Не знаю еще как назвать. Давайте, в общем, я сяду сейчас, покажу вам подробнее. У нас порожки. Садимся. В общем, мы ее обклеили, как вы поняли, и русифицировали. Теперь у нас так, не тут. все настройки, все на русском языке. В общем, это кайф. Дальше мы скачали сюда, во-первых, ютубчик. Все на русском, все можно смотреть, там, я не знаю, в общем, русская клавиатура. Дальше скачали сюда кинопоиск. Можно смотреть теперь фильмы. В общем, как айпад, знаете. Так, Яндекс.Музыка, Рутуб, в общем, скачали сюда все, что только можно. Дальше что у нас тут? В общем, что мы сделали? Это русифицировали, обклеили полностью крышу прозрачной пленкой, всю машину матовой, камера и фары тоже прозрачной обычной пленкой. Почему матовой? Ну, во-первых, это выглядит очень, мне кажется, стильно, красиво, ну, а во-вторых, она будет защищать. Самое главное для нас было это, что она будет защищать нашу машину от таких маленьких камушков, сколов. Также, покажу вам, тут можно выводить навигатор. Блин, наверное, плохо видно. В общем, это проекция. И сейчас там выведен навигатор, Яндекс.Навигатор, правда, он не простроен. Сейчас мы это исправим. Так, сейчас мы построим куда-нибудь маршрут. Допустим, где поесть? Давайте, вот, Burger King маршрут. Вот, я сейчас тут настраиваю. Вот, поехали. Вот, сейчас мы это все выводим на экран проекции и теперь на экране проекции. Плохо вам видно. Очень ярко проекция включена. Ну, в общем, вы поняли. Очень классная функция. Можно ехать, тут, допустим, на главном экране включить какую-нибудь музыку либо фильм, а на проекцию вывести навигатор. В общем, все классно, все прикольно. Также второй, точнее, третий, тут три экрана. Первые два впереди и третий вот тут сзади. Он подвигается. Там также мы все русифицировали. Также можно скачать Рутуб, там, Ютуб, что еще? Кинопоиск, Яндекс.Музыка. В общем, все приложения, которые можно скачать на обычный планшет, можно скачать сюда и ехать смотреть. Ну, в принципе, все, что мы сделали с машиной, ну, так, в принципе, все, что было, то и было. Также мы, кстати, приложение, приложение, да, настроили под машину. Теперь мы можем спокойно, без ключа садиться, заводить машину. Кстати, тут нет кнопки завести. Тут ты садишься с ключом или с телефоном, если у тебя приложение активировано и можешь ехать. Она все это, понимая, считывает. Также через приложение можно двигать машину вперед-назад, не сидя за рулем. В общем, там есть такая штука, когда, допустим, вас зажали между двумя машинами, ты не можешь сесть в машину, через приложение ее можно выкатить или закатить. Также, ну, там, завести можно, там, климат настроить, в общем, все, 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 что вы хотите, можно сделать в этом приложении. Также мы настроили голосовое. Смотрите, сейчас я вам покажу, как это работает, голосовое сопровождение, в общем, голосовые команды для машины. голосовое сопровождение, можно закрывать, открывать окна, люки также открывать, закрывать, двигать сидения, в общем, все, что хотите. Правда, пока что это только работает на английском языке, на русский еще не сделали, но вот сегодня прилетело обновление, мы обновляли машину, там, соединение экранов, как раз вот, главного экрана и проекции, но обещают, как вроде, мы ждем шестую версию обновления, возможно, либо добавят русский язык, потому что все было на английском и на китайском, и мы поэтому русифицировали машину. Ну и также мы думаем, что добавят как раз, благодаря тому, что добавят русский, мы сможем спокойно общаться с машиной на русском языке. Вот, ну а так, в принципе, все классно, все прикольно, очень удобно, вот эти подушечки, подушечки просто кайф, они такие мягенькие, такие приятненькие. Еще мне нравится торпеда на этой машине, сейчас вам покажу, почему. Она вот такая вот прямая, и сюда спокойно можно ставить камеру. Давайте, вот я вам сейчас продемонстрирую, поставлю камеру, вот, и она идеально просто стоит, просто идеально стоит, потому что у нас на BMW была скошная торпеда, и я не могла оставить камеру, она просто не могла устоять. Поэтому для меня тут есть тоже много всяких разных плюсов. Я сейчас, кстати, буду пересаживаться на заднее сидение, потому что я хочу поехать на заднем комфортном, от прокинуть себе эти ножку сзади и ехать как босс. Садимся назад. Все, я села назад. Сейчас мы будем двигать переднее сидение. Так. Где-то мне не нужна функция. Алло. Вот. Сейчас мы подвинем. Конечно, там есть кнопочка, на которую я могу нажать, и все у меня автоматически подвинется. Но, к сожалению, пока не могу это сделать. Делаю пока автоматически, но благодарна, что сделали это все вот тут, вот впереди. Итак, выдвигаем мы с вами подножку. Оп. Снимаем кроссовочки. И кайфуем. Сейчас еще назад немножко отклонюсь. Все, вообще кайф. Все, жду Пашу, и мы едем. И мы едем, я не знаю, куда сейчас точно, но мы сейчас, наверное, поедем домой, потому что мне там нужно будет прибраться. Сейчас открою себе, кстати, сейчас вам покажу, как. Открою себе экран. Вот, открывается. Я это, кстати, сделала жестами. вот. И сейчас буду смотреть что-нибудь интересненькое. Кинопоиск. Кажется, эта пленка обратно станет. Расселась. Я тут снимаю, короче, как я тут кайфую. Ну, все, мне больше не надо. Спасибо. Сейчас будем смотреть какой-нибудь фильмец. Давай третий. Это будет третий.